Это происшествие на ОТВ в студии. Елизавета Болдырева, здравствуйте. Сегодня в выпуске. Он ни туда, ни сюда. Я от него вправо уходить начал. Прижался, насколько мог. Пожилая семейная пара погибла в аварии в Троицком районе. С пенсионерами ехали две внучки. Грабитель стащил деньги из кассы в цветочном магазине. 12 щенков в коробке нашли жители Челябинска. Предполагают, что малышей выбросили. В Троицком районе 70-летний водитель и его пожилая пассажирка скончались в аварии. А в Уйском районе в ДТП попал пассажирский автобус. Есть пострадавшие. Константин Гришенков с подробностями. Троицкий район. Здесь не разъехались «Жигули» и автомобиль «Сузуки». Пенсионер-водитель и пожилая пассажирка отечественной легковушки скончались на месте. В ходе ДТП два человека погибло на месте. Три человека доставлены в ЦРБ города Троицка. Из них два несовершеннолетних. По предварительным данным, погибшие водитель и пассажирка «Жигулей» семейная пара. Везли в Троицк внучек, которым 9 и 14 лет. Обе девочки попали в больницу. Мужчина, который был за рулем аномарки, тоже получил травмы. Рассказывает, как все было. Он вот здесь вот притормозил. Я его видел, как он выезжал. Ну и все. И замешкался и начал выезжать. И ночью 80 лет. Он ни туда, ни сюда. Я от него вправо уходить начал. Прижался, насколько мог. И все. И он дальше не поехал. Я не ушел от него. Автоинспекторы будут выяснять точные обстоятельства аварии. А это Уйский район. Здесь столкнулись автобус и грузовик. По предварительным данным ГИБДД, пассажирский транспорт не выдержал дистанцию и столкнулся с фурой, которая ехала впереди. По данным Минздрава, пострадали 9 человек. Четверо в больницу ехать отказались и будут лечиться дома. Еще пятерых увезли в медучреждение. В том числе одного ребенка. А эти кадры сняла камера наблюдения в Златоусте. Видно, как в темноте легковушка на большой скорости сносит мотоцикл. Им управлял 16-летний парень. В результате ДТП несовершеннолетнему водителю мотоцикла была оказана первая медицинская помощь. После чего он был доставлен в термотологическое отделение городской больницы города Златоуста. По данному факту проводится административное расследование. В Ленинском районе столкнулись трамвай и маршрутка. Не исключено, что водитель микроавтобуса не пропустил трамвай и выехал на рельсы. По предварительным данным обошлось без серьезных травм. На пешеходном переходе по улице Кирова сбили мальчика. По данным ГИБДД, ребенок шел по зебре, где нет светофора. У пешехода множественные переломы. Его увезли в больницу. Мальчику около 7 лет. Его личность устанавливается. Родителей с ним не было. Тем временем автоинспекторы обратили особое внимание на детей. Уже совсем скоро, 1 сентября, и школьники возвращаются домой из лагерей и путешествий. За 7 месяцев текущего года на территории города Челябинска зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 120 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. В большинстве случаев дорожно-транспортных происшествий дети получили травмы по вине водителей. В 20 случаях пострадали по собственной неосторожности. Автоинспекторы будут дежурить на пешеходных переходах рядом со школами и усилят контроль за правилами перевозки детей. Константин Гришенков, Елизавета Болдырева, Вячеслав Коровкин, ОТВ. 40 человек покинули копейскую пятиэтажку. Появились подробности о пожаре в минувшую пятницу. 8 жильцов из горящего дома вывели пожарные. Двоих пострадавших доставили в больницу. Это мама с ребенком. Женщину с ребенком из больницы уже отпустили домой. В медучреждении пострадавших осмотрели. Мать и сын вместе с отцом семейства были в горящей квартире на пятом этаже. Теперь копейчане строят догадки, из-за чего мог начаться пожар. Кто-то курил, и все. Точную причину возгорания устанавливают пожарные. Продавец из цветочного магазина попала в жуткую ситуацию. Во время рабочего дня за ее прилавком появился еще один человек. Грабитель. Кадры с камеры наблюдения. В торговую точку забегает мужчина в спортивном костюме. Ловко перепрыгивает через столешницу и открывает ящик. Как будто точно знал, где искать. Достает около 18 тысяч рублей. Теперь этого мужчину разыскивают полицейские. Возбуждено дело по статье грабеж. Наказание до 4 лет лишения свободы. Если вы узнали этого человека, обратитесь в полицию по номерам на экране. Полицейские разыскивают автоугонщика. Подозревают, что вот этот человек на экране украл не одну, а несколько иномарок. Зовут его Жаров Иван Викторович. Ему 34 года. Если вы узнали мужчину, обязательно обратитесь в полицию, ведь он может продолжить криминальную деятельность. Герой следующего видео не угнал, а вскрыл машину. Сотрудники охранного предприятия предполагают, что мужчина хотел украсть магнитолу. Это тот самый мужчина. Ковыряется в отечной легковожке и, наконец, вскрывает дверь. Затем зачем-то падает на землю и смотрит, что под автомобилем. Вскоре перепрыгивает через забор и ковыряется в мусорных баков. Согласитесь, поведение странное и неудивительно. Когда сотрудники охранного предприятия задержали мужчину и передали полицейским, те составили протокол за появление в общественном месте в нетрезвом виде. После случившегося стража порядка ведут проверку. Тем временем полицейские закрыли игорный клуб. Заведение располагалось в подвале дома по улице Молотогвардейцев. Полицейские выбивают железную дверь. Вскоре ее получилось открыть. Внутри игровые автоматы. Полицейским изъято более 45 единиц игровых аппаратов и одна рулетка. Оборудование направлено на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. В настоящее время по факту незаконных организаций проведения азартных игр решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 12 щенков челябинцы нашли на Копейском шоссе. Малыши сидели в коробке, рядом никого. Жители города предполагают, что пушистых просто-напросто выбросили за ненадобностью. Щенков нашли местные жители. Татьяна и ее муж ехали с работы. Возле дороги, рядом с Копейским шоссе, супруги заметили коробку, из которой послышался писк. Внутри 12 щенят, у всех уже открыты глазки. Но хвостатые еще маленькие и слабые. Даже вылезти из коробки сами не смогли. Помогла Татьяна. Рассказывая, четвероногие лежали буквально друг на друге. Смотрим, они все пищат, есть, хотят там пить. Мы им попить дали. Некоторые лежат уже совсем плохие. Кто-то выкинул. Может, из соседних садов, кто-то из собак. А щенился и выкинули. Мимо щенят проходила женщина-садовод. Одного хвостатого она забрала себе. Осталось еще 11 псов. Некоторые явно в тяжелом состоянии. Не пьют, лежат на земле и почти не шевелятся. Татьяна обзвонила всех знакомых и соседей, но никто пока не готов забрать щенят. Челябинские приюты для животных тоже отказываются принять новых постояльцев. Мест не хватает. Неравнодушные челябинцы ищут тех, кто может взять малышей на передержку. Разместили пост в соцсети. Если вы готовы взять хвостатых себе, обратитесь по телефону на экране. А еще одну собаку жители Челябинска спасли из-за подним. Четвероногая застряла в камышах на берегу второго озера и просидела там около четырех суток. По словам зоозащитников, выручать животное поехали, а точнее поплыли в темноте. Волонтеры и дачники из соседних садов взяли лодку, заплывали три раза. Оказалось, что хвостатый застрял на острове с камышами и, наконец, его удалось спасти. Пса увезли в клинику и вскоре, по словам зоозащитников, нашлась хозяйка собаки. Оказалось, что пес жил у садоводов. Зоозащитники предполагают, что в камыши собаку увезли люди, которым не нравилось, что иногда хвостатый выл. После курса восстановления пес вернется к хозяйке. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте осторожны и внимательнее, смотрите по сторонам. Далее программа «Есть вопрос». Сегодня речь пойдет о детях, которые ездили в Крым на маршрутках. В такое путешествие отважится поехать не каждый взрослый, а школьников отпустили. О том, как не допустить подобных случаев, расскажут уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина и начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Челябинской области Вероника Макарова.